Здравствуйте, дорогие друзья! Дорогие ребята, сегодня мы с вами проведем урок биологии на тему «Высшая нервная деятельность. Основные корковые процессы». Меня зовут Диана Павловна Кошкодан, я доктор биологии, учитель высшей дидактической степени. Сегодня мы рассмотрим основные процессы коры больших полушарий, память и обучение. Изучим механизмы обучения и памяти, поговорим о возбуждении и торможении. Что такое обучение? Это процесс получения информации и накопления знаний путем запоминания и отделения полезной информации от бесполезной или даже опасной в целях формирования адекватных поведенческих и нейропсихических реакций. Какие бывают формы обучения? Формы обучения бывают двух типов – неассоциативная и ассоциативная. Поговорим об неассоциативном обучении, которое также бывает двух типов. Первое – привыкание. Это игнорирование несущественной информации, основанной на синаптическом торможении. Например, когда мы сконцентрированы на какой-либо деятельности, мы игнорируем, не замечаем шум, который мы слышим на стройке. Еще один тип неассоциативного обучения – это сенсибилизация. Это противоположный процесс, основан на облегчении синаптического проведения важной информации. То есть мы выбираем ту информацию, которая важна в данный момент, и игнорируем ту, которая не важна. Например, уставшая мать не реагирует на другие раздражители, кроме как на звуки своего ребенка. Ассоциативное обучение – это обучение, которое является более совершенным. Оно включает два типа. Классические условные рефлексы – это рефлексы, которые образуются на основе безусловных. Например, рефлекс слюноотделения на свет. На данной схеме мы видим четыре картинки. На картинке А мы видим, как влияет пища на слюны и железы. То есть пища в данном случае является безусловным раздражителем и вызывает безусловный рефлекс слюноотделения. На картинке Б мы видим, как влияет лампочка, свет на слюны и железы. Не влияет. То есть свет в данном случае является индифферентным или условным раздражителем. Если мы будем включать свет и в это же время давать пищу, и все наши эти действия повторим несколько раз, то в последний раз мы включим свет, пищу не дадим собаке, и у собаки выделится слюна. Таким образом мы выработаем рефлекс слюноотделения на свет. Еще один тип ассоциативного обучения – это искусственная условность или инструментальные рефлексы. Они отличаются от классических рефлексов тем, что здесь отсутствует безусловный раздражитель. Посмотрите на фотографию. Собака обучена подниматься и спускаться по лестнице. Каким образом дрессируются собаки? После того, как она сделает то, что мы хотим, она получит пищу. Значит, что такое инструментарные рефлексы? Память – это ситуация, когда поведение зависит от его последствий. Собака спускается по лестнице, потому что получит пищу. Память – это еще один процесс характерной деятельности коры главного мозга. Это процесс накопления, хранения и воспроизведения информации. Она лежит в основе процессов обучения и адаптации к условиям внешней среды. Память классифицируется в зависимости от различных критериев. В зависимости от анализаторов, которые участвуют в запоминании, память делят на зрительную, слуховую, двигательную, обонятельную, вербально-логическую, эмоциональную. В зависимости от срока хранения информации на чувственную, первичную, краткосрочную и долгосрочную. Что такое чувственная память? Это процесс, протекающий в момент поступления информации от рецепторов в кору, где происходит ее обработка для хранения или для удаления. Это автоматический процесс, который длится буквально несколько миллисекунд. Другой вид памяти – это краткосрочная, оперативная или первичная память. Она длится несколько секунд. Это информация, которую мы удерживаем в памяти буквально на несколько секунд, пока мы производим какое-то действие. Например, мы набираем номер телефона, говорим с человеком, а потом, если этот номер нам не нужен, мы его забываем. Вторичная память относится к долгосрочной памяти. Она может храниться от нескольких минут до нескольких лет. Как образуется вторичная память? Из первичной – путем повторений. Именно так происходит учебно-воспитательный процесс в школах и лицеях. Именно так мы запоминаем информацию, повторяя ее. Еще один вид долгосрочной памяти – это третичная память. Это постоянная память, которая сохраняется всю жизнь. Например, имя собственное, наш адрес, умение ходить, водить автомобили, письмо и другие. Но существуют ситуации, когда происходит частичная или полная потеря памяти. Этот процесс называется амнезией. Амнезия бывает антероградная, это неспособная запоминать новую информацию. Например, человек перенес хирургическое вмешательство, и после этого он не может запоминать новую информацию. Еще один вид амнезии – это ретроградная амнезия – потеря памяти о событиях, происшедших до травмы. В зависимости от цели запоминания память может быть произвольная и непроизвольная. Произвольная проявляется при целенаправленном запоминании, достигается с опытом и может постоянно меняться. Все учащиеся, естественно, используют произвольную память во время обучения. У маленьких детей присутствует и доминирует непроизвольная память. Она есть и у взрослых. Это запоминание информации без каких-либо целей. На данной схеме мы видим, что происходит с информацией, которая воздействует на кору головного мозга. Сначала она превращается в чувственную память, которая длится меньше одной секунды. В случае, если эта информация достаточно существенна, она может превратиться в первичную и будет длиться несколько секунд. Если же мы будем повторять эту информацию, она может превратиться во вторичную. И последняя, третичная память. Я прошу вас заметить, что для первых трех видов памяти свойственно забывание, для третичной – нет. Что же такое забывание? Забывание связано с одним из основных процессов, протекающих в нервной системе – торможение. Таким образом, мозг не перегружается от избытка информации. На схеме мы видим, что нервная деятельность в своей основе имеет два процесса – возбуждение и торможение. Возбуждение и торможение – это взаимодополняющие процессы. В случае, если нейроны возбуждены, большинство нервных центров возбуждается, и организм находится в состоянии бодрствования. На данном рисунке мы видим четыре ситуации, которые мы можем связать с возбуждением и торможением в коре головного мозга. На первом рисунке мальчик поранил палец, и ему обрабатывают йодом этот палец. Естественно, палец болит. Что происходит в коре головного мозга? Боль. Боль вызывает и радиацию, и распространение возбуждения. Дальше, на втором рисунке мы видим, что возбуждение становится еще сильнее. Постепенно возбуждение сменяется процессом торможения, и в конце концов боль уходит, потому что вместо очага возбуждения появился очаг торможения. Если происходит торможение нейронов, организм переходит в особое состояние, когда мышцы расслаблены, а стимулы больше не воспринимаются. Это состояние общего торможения называется сном. Наверное, вы слышали, что существует много приемов и методов для лучшего запоминания. Поговорим о нескольких из них. Перед тем, как начать заучивать текст, съешь здоровую пищу и отдохни. Выбери материал, который ты хочешь выучить за один день. Старайся запоминать логически, а не механически. И повторяй устаревшую информацию лишь тогда, когда замечаешь, что начинаешь забывать ее. Старайся построить логическую связь между уроками и личной жизнью. Практически невозможно запомнить всю информацию без построения логических связей и ассоциаций. И последняя проверка. После того, как ты закончишь учить, на листе бумаги запиши ряд вопросов, а после этого ответь на них и старайся не заглядывать в книгу. Я предлагаю тебе подумать. Какие меры ты предпринимаешь для поддержания хорошей памяти? Как ты справляешься с ежедневным наплывом информации? Какие вредные для нервной системы факторы ты можешь назвать? Обо всем этом мы поговорим на следующих уроках. Жду тебя. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok